Я ищу переулки. Это развлечение юности, подниматься по лестницам, уже отмеченным историей, но еще не превращенным в музей. Я угадываю, я повторяю движения людей, сходивших на эти же ступени, стоявших на тех же уличных перекрестках, чтобы ускорить ход событий, поторопить бег времени. И время сдвинулось с места. Обычно человек, и москвич, и не москвич, ходят по Москве как-то просто так. Посмотрит Кремль, заведет в музей. Но нам кажется, что очень важно посмотреть на Москву глазами тех людей, которые жили здесь давным-давно. В нашем случае в 20-е, 30-е, в послевоенные годы. Мы хотим, чтобы вы попробовали посмотреть на Москву глазами Варлама Шаламова. И одновременно узнать ее такой, в который начинал свою жизнь этот писатель. И такой, в который он пришел после 20 лет Колымы и Вишерских лагерей. Этот взгляд может показаться нестандартным, не совпал не таким, к которому мы привыкли. Но в этом, наверное, есть самое интересное и самое важное. Потому что та память, которая нас окружает, в противном случае просто не будет заметна. Здесь, в Черкасском переулке, появляется студенческое общежитие первого МГУ. Это первое гнездышко Варлама Шаламова в Москве. Отсюда он ходит в политехнический музей, посещает литературные вечера. В ряду его кумиров значатся Шкловский, Осеев, Маяковский. Тогда политехнический гремел. И Шаламов окунулся в эту бучу Москвы середины 20-х годов. Именно здесь он начинает посещать первые кружки подпольные, когда в конце 20-х годов на Шаламова даже соседи пишут донос. После революции Московский императорский университет становится просто первым МГУ. Несмотря на потерю пафосного названия, образование становится доступным для масс пролетарских, масс народных. И в 1926 году на факультет советского права поступает в Орлам Шаламов. Интересно, что в это же время деканом факультета был Андрей Януаревич Вышинский, который в 30-е годы станет одним из организаторов массовых репрессий. В 20-е годы сочетались противоположности. И наряду с тем, что людям мыслящим уже запрещали свободно излагать свои взгляды, в университете продолжалась тяга к небу, тяга к высокому, тяга менять мир вокруг себя. И Варлам Тихонович вспоминал, вузы поступали тогда не потому, что искали образование, специальность, профессию, но потому, что именно в вузах штурмующее небо могли найти самую ближнюю, самую подходящую площадку для прыжка в космос. Штурмовали небо именно в вузах. Там была сосредоточена лучшая часть общества. Если общество Шаламова активно принимало, то государство в конце 20-х ему впервые сказало нет. Шаламов возвращается в Москву после первого лагерного срока. Город вновь принимает его. Варлам Тихонович на этот раз селится в чистом переулке. Он женится. Появляется дочь Лена. Живут на четвертом этаже довольно скромно. У родителей жены вместе с Шаламовыми в квартире живет старший брат его супруги, который, как и считал сам Шаламов, потом напишет на него донос. Именно отсюда в 1937 году Варлам Тихонович отправится на Колыму. Шаламов писал в письме к Надежде Яковлевне Магдерштану. «Утрачена связь времен, связь культуры, преемственность раздроблена, и наша задача связать концы этой разрубленной нити. Это и наша задача в этой экскурсии». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Утрачена связь» «Утрачена связь» «Утрачена связь» «Утрачена связь» «Утрачена связь»